Что представляет собой сегодня российский парламент? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Не против, но и не совсем согласна Государственная Дома утвердила гражданский блок нового правительства. До настройка системы на охотном ряду обсудили проект прогрессивного налогообложения. Принял лекарство, за руль не садись. Законопроект Кабмина планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. Государственная Дома утвердила новый состав правительства. Предыдущий кабинет министров автоматически ушел в отставку после инаугурации президента 7 мая. Впервые правительство сформировано по новым правилам, которые были закреплены в обновленной конституции. Теперь Государственная Дома голосует не только за кандидатуру премьер-министра, но и за всех членов кабинета, исключение силовые структуры. Сюрпризы, конечно, могли бы случиться, но этого не произошло. Ресурсы Единой России с лихвой хватило, чтобы протащить всех. С формированием нового правительства на охотном ряду управились за пять дней. 10 мая депутаты утвердили в должности премьера Михаила Мишустина. Уже на следующий день он предоставил список замов и министров, которых хотел бы видеть в своем кабинете. 12 мая кандидатов пригласили на собеседование в профильные комитеты. 13-го прошло первое голосование по вице-премьерам, а 14-го настала очередь гражданских министров. Чтобы процедура не выглядела совсем уж пресной и предсказуемой, соискателям напомнили, что теперь работодателем правительства является никто иной, как Госдума. Но в праве Дума не утвердить кандидатуру. И тоже эта процедура определена. Поэтому наш разговор должен строиться именно исходя из этого. Вот здесь ваш избиратель, а вы наш кандидат на должность. Одно то, что кандидатам пришлось впервые пройти через горнила депутатских вопросов, добавило плюсик в карму Государственной Думы. И хотя министры, как показывает практика, не очень чувствительны к критике, никому не хочется нарваться на публичные претензии. Сама процедура, которую мы сейчас проходим подробно так впервые, она, наверное, должна положительно сказаться на работе министров, заместителей председателя правительства и так далее. Это какой-то такой дисциплинирующий, отрезляющий и так далее момент. И мы видим, что не все претенденты на должности уверенно держат удар, как говорится. Потому что неожиданная ситуация возникает с обострением вопроса, и некоторые начинают чуть-чуть плыть. Больше всего досталось социальному блоку. 13 мая депутаты буквально засыпали Татьяну Голикову неудобными вопросами. Что с зарплатами работников скорой помощи, когда мы станем жить лучше или хотя бы дольше. Ответы получились очень печальными. Мы все время говорим об ожидаемой продолжительности жизни, но у президента в указе есть еще один показатель, который называется увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Но чтобы вам было понятно, о какой цифре идет речь, сегодня ожидаемая продолжительность здоровой жизни составляет 61,4 года. Вот этот показатель нам надо с вами вместе повышать. Получается, что сегодня на пенсию выходят очень больные люди. Неудивительно, что атмосфера после такого заявления в зале пленарных заседаний начала накаляться. Дошло до того, что за чиновницу, курирующую социальную сферу, пришлось вступиться Вячеславу Володину. Первым под раздачу попали коммунисты. Николай Васильевич, сидите там и сидите. Перед вами стоит высочайший профессионал. Ее работоспособность, вне сомнений, прошла путь от рядового сотрудника до заместительного председателя правительства. Впрочем, сам господин Володин на следующий день достаточно резко прошелся по кандидатуре на пост министра труда Антону Катякову. Как выразился спикер, за отсутствие у кандидата ясного представления о том, как решать вопросы в сфере демографии. Описываете, а что предлагаете. Об этом речь идет. А у вас нет ясного представления, как надо решать эти вопросы, как надо оказывать помощь. Нам хочется, чтобы министр был сильный и эффективный. Вместе с тем, введение так называемого показателя границы бедности позволило Минтруду практически полностью побороть нищету в России. В частности, я в своем докладе отметил, что уровень бедности снизился с более чем 12% до 8,5%. Но наш целевой ориентир это ниже 7% к 30-му году, ниже 5% к 36-му году. Ожидать каких-то прорывов от выходца из Минфина вряд ли стоит. Вот и на вопрос коммунистов об индексации пенсии работающим пенсионерам господин Катяков так и не смог внятно ответить. Мы сейчас приступаем к процедуре формирования бюджета 2025-2027 годов. И вопросы дополнительного пенсионного обеспечения работающих граждан будут также осматриваться в ходе бюджетного процесса. Тем временем народные избранники явно заскучали и начали разбредаться по залу. Господину Володину пришлось наводить порядок. Уважаемые коллеги, просьба прекратить хождение по залу и исходить из того, что люди, когда смотрят, идет прямой эфир. Депутаты избранные. Вместо того, чтобы ответственно относиться к своим полномочиям, особенно вопросов кадров, а всех это волнует. Ходят, поворачивают спиной. Чтобы вернуть внимание зала к работе, спикеру пришлось использовать проверенный прием – добавить критики в дискуссию. Так, переназначенцу на пост министра просвещения Сергею Кравцову досталось за попытку говорить лозунгами. О главе профильного комитета Ольге Казаковой и вовсе пригрозили ротацией. Какие проблемы люди на сегодняшний день нам транслируют? Цифровизация обучения, цифровизация школ. Процесс, который отдаляет родителя от учителя, учителя от ученика. У нас дальше цифровизация будет продолжаться, или мы все-таки найдем свои силы, остановимся, признаем ошибки. Заметим лишь, что Антон Котяков, Сергей Кравцов и Михаил Мурашко последнего раскритиковали закадровый гол в веренной ему сфере здравоохранения, входит в социальный блок правительства, который курирует госпожа Голикова. Поскольку главная проблема сегодня финансо-экономической политики – это все тот же либеральный монетаризм, который исповедовали еще в 90-е годы учителя нынешних министр финансов и министр экономики, а социальный блок является заложником этой монетаристской финансо-экономической политики. И говорить о том, что есть какие-то глобальные серьезные подходы к преодолению демографического кризиса, вымирания, или к тому, чтобы страна действительно избавилась от понятия «бедные», не приходится. Впрочем, 14 мая перлы выдавали и другие переназначенцы. Кандидат на пост главы Миннека Максим Решетников неожиданно повторил мантру Центрального банка о перегреве российской экономики. С нашей точки зрения признаки перегрева есть, хотя, например, ограничения с точки зрения рынка труда, с нашей точки зрения, не столь существенны, как предполагается. И экономика способна развиваться, пусть даже при несколько более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет. Ну а далее чиновник сказал, что правительство своей бюджетной политикой не может играть против денежно-кредитной политики ЦБ. Мы можем чуть-чуть корректировать, потому что Центральный банк говорит, вы будете субсидировать большой объем тела портфеля, ну, кредитного, да, тогда я для оставшихся еще повышу процентные ставки, потому что мне нужно ограничивать общий темп просто кредитования в экономике. Реакция со стороны левых была предсказуема. А если и дальше Силуанов и финансо-экономический блок вместе с решетником будет проложать предыдущую политику, что мы выполним установку президента и сохраним темпы выше мировых. Чтобы нам быть конкурентоспособны победить, надо темп иметь 5-7%. Казалось бы, после таких заявлений получить портфель весьма проблематично, но нет, этого не случилось. А вот коммунистам, которые проголосовали против переназначения на свои посты Максима Решетникова и Антона Силуанова, парламентское большинство еще и выволочку устроило. Дескать, не надо скандалить по мелочам. В России может появиться новый вид трудового рабства. Так называемый заемный труд решено узаконить. Для понимания, это когда одно предприятие передает в аренду своих сотрудников другому. Законопроект внесен в Государственную Думу 15 мая. Заемный труд на сегодняшний день в России запрещен. Законопроект разработали в 2010 году депутата Михаил Тарасенко и Андрей Исаев. Слушания проходили сложно. Инициатива встретила резкое отторжение со стороны крупного бизнеса и кадровых агентств. Только через 4 года, после многочисленных компромиссов, документ обрел статус закона. И вот спустя 10 лет один из авторов нашумевшей инициативы, если не переобулся в воздухе, то точно развернулся на 180 градусов. Бывают случаи, когда у работодателя одного сложности, он временно приостанавливает работу и направляет своих работников в аффилированную с ним структуру, для того, чтобы они там могли работать и получать заработную плату. В 2022 году правительство, ожидавшее прироста безработицы из-за ухода из России иностранных компаний, разрешило организовывать заемный труд государственным центром занятости. Теперь эти изменения, по словам господина Исаева, решено закрепить в Трудовом кодексе. Если речь идет о количестве работников на 10%, превышающий списочный состав работающих у данного работодателя, такое предоставление должно быть согласовано с выборным органом профсоюзной организации. При этом, как заявил депутат, запрещается использовать сотрудников в качестве штрейкбрехеров, то есть отправлять на предприятие, где идет забастовка, также временных работников нельзя будет занимать на опасных и вредных работах, а еще отсылать в те компании, где задерживают зарплаты. Если раньше говорилось о том, что вот такие предоставленные временно работники должны получать заработную плату не ниже, чем у основных работников, работающих по той же специальности, то сейчас мы зафиксировали о том, что условия труда должны быть не хуже, чем у тех работников, которые работают в этой же организации по этой же специальности. Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Например, работодатель обязан учитывать мнение профсоюза, только если в нем состоит более половины коллектива. Да и не факт, что условия, предоставленные нанимателем, будут не хуже, чем на родном предприятии. В КПРФ очень настороженно отнеслись к инициативе единороссов. Об этом было заявлено на круглом столе, где обсуждался проект нового трудового кодекса, разработанного думскими коммунистами. Люди не должны становиться предметом сдачи в аренду. Легализация этих явлений, когда работники фактически сдаются в аренду на основании договора по оказанию услуг, несет прямой непоправимый ущерб трудовым отношениям и интересам работников Российской Федерации. Красной линией в нашем трудовом кодексе должна проходить норма о том, что только трудовой договор может связывать работника и работодателя напрямую и без посредников. По оценкам экспертов, в непрозрачной сфере сдачи работников в аренду крутится как минимум 300 миллиардов рублей. Только недавно по российским городам прокатилась буча, связанная с водителями машин скорой помощи. Люди, переведенные на олсорсинг, лишились социального пакета и потеряли в зарплате. Теперь скандал назревает в культуре. Даже в такой, на первый взгляд, красивой и со стороны благополучной отрасли, как киноиндустрия, от компаний-посредников, существующих между работником и работодателем, и отсутствия трудовых договоров, по опросам портала Киноправо, 66% киноработников сталкиваются с задержками оплаты труда, а 23% с полной невыплатой заработной платы. По мнению Ольги Яковенко, новый закон, легализующий заемный труд, в первую очередь был разработан в интересах бизнеса. Все делается из экономии ради максимальной прибыли. Поэтому аутсорсинг и аутстаффинг вводятся не просто так, они вводятся ради экономии, экономии на налогах. Поэтому еще один фактор, который нужно учитывать, это недополученные налоги в бюджет. Планируется, что закон о заемном труде будет принят уже в весеннюю сессию, и с сентября заработает в полную силу. А для сомневающихся авторский коллектив предложил дополнительный пункт, обязывающий работодателей предоставлять отпуск инвалидам не менее 30 суток. Комитет по промышленности и торговле Государственной Думы предложил ежегодно индексировать утилизационный сбор на транспорт. Документ направлен председателю правительства Михаилу Мишустину. Уже в 2024 году утилизационный сбор на машины с двигателями от 1 до 2 литров предлагается повысить с 300 тысяч до полумиллиона рублей. Согласно инициативе профильного комитета Государственной Думы, через 6 лет утилизационный сбор на эту категорию машин может превысить 1 миллион рублей. Правительство готово оперативно рассмотреть вопрос, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Также власти обсуждают введение автоматических штрафов за переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах. Выявлять нарушителей будет единая биометрическая система. Ну а 20 мая в стенах Государственной Думы на площадке Комитета по бюджету и налогам прошли публичные слушания по новой налоговой системе. Подробности в нашем материале. 12 мая во время подхода к СМИ председатель профильного комитета Андрей Макаров заявил, что изменения планируется принять до конца весенней сессии, чтобы налогополательщики и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к внедрению этой системы с 1 января 2025 года. До настройка налоговой системы должна обеспечить выполнение всех взятых государством обязательств. В первую очередь это растущие социальные расходы. Но при этом налоговая система должна быть стабильной с тем, чтобы ее основные параметры не изменялись в течение следующих шести лет. В официальных кругах слова реформы и повышения стараются не произносить. Вместо них употребляют нейтральное определение до настройки или оптимизации. При этом, как было заявлено уже 20 мая в ходе публичных слушаний, предстоящее выстраивание параметров налоговой системы. Это реакция на запрос общества на справедливое налогообложение. При выстраивании справедливого налогообложения должны быть учтены интересы граждан, бизнеса, государства. Об этом мы постоянно говорим. Параметры этого процесса будут предложены правительством, исходя из результатов дискуссии, привлечения всех сторон. Между тем, не совсем понятно, кого наше правительство относит к числу богатых. Поэтому есть нехорошее предчувствие, что по новым счетам, похоже, придется платить немалому количеству населения. Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы в рамках справедливой налоговой системы предложение о прогрессиях, прогрессия часто говорят здесь, в этих стенах, не затронуло большинство граждан и касалось только тех, у кого высокие доходы. Куда более конкретные планы были озвучены по бизнесу. Министр заверил, что изменения не затронут 95% малых предприятий и ИП. Крупным инвесторам обещано сохранить уже имеющиеся условия. А для тех, кто решит начать работать в белую, то есть откажется от дробления своих фирм, предусматривается амнистия. Считаем, что поддержка должна оказываться прежде всего тем, кто не выводит полученную прибыль в офшоры, не откладывает ее в дивиденды на проедание, а направляет ее на расширение производства, на инновации, вкладывает их в инфраструктуру, в первую очередь, тех регионов, где они работают. Раздав пряники, господин Сюланов не забыл и о кноте. У правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от налогов богатыми налогоплательщиками. Уже заявлено, что 23 мая в Государственной Думе пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства. В прошлой неделе по интернету гуляет список лекарств, за прием которых якобы будут штрафовать водителей. В Минздраве подтвердили существование такого перечня препаратов, но заявили, что реестр носит информационный характер. Позже стало известно, что на одном из ближайших пленарных заседаний Государственная Дума намерена рассмотреть проект правительственного законопроекта, в котором предлагается уравнять административную ответственность за езду в состоянии алкогольного и лекарственного опьянения. Законопроект был внесен в Государственную Думу еще в июне прошлого года. И, как указано в пояснительной записке, его подготовили во исполнение решения Конституционного суда. Оказывается, в российском законодательстве на сегодняшний момент нет статьи, предполагающей ответственность за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения. Тогда новеллу оперативно рассмотрели на заседании профильного комитета, но затем по каким-то причинам притормозили. И вот теперь, если Госдума примет документ, водителю будут грозить штраф 30 тысяч рублей или лишение прав, если в организме обнаружат препараты, которые снижают внимание или реакцию. Правда, на охотном ряду уже заявили, что ждут от Минздрава четкий перечень опасных лекарств. Пока же в списке, который попал в интернет, более 280 позиций. Помимо корвалола и волокордина, там оказались сиропы от кашля, спреи от боли в горле и даже бальзам-звездочка. О том, как прошло обсуждение резонансного законопроекта, мы обязательно расскажем в одном из ближайших выпусков. А на сегодня все. Это была программа «Стоит задуматься». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин